Команда Континентальной Хатиной Лиги Команда Континентальной Хатиной Лиги Команда Континентальной Хатиной Лиги Команда Континентальной Хатиной Лиги В субботу турнир возобновили сборные Финляндии и Чехии. Матч получился очень напряженным. И со счетом 3-2 финны выиграли и набрали свои первые очки. Но сборная России проводила свою вторую игру. На этот раз против шведов. Матч получился по-настоящему напряженным. Команды смогли порадовать нас заброшенными шайбами с игры лишь во втором периоде. На седьмой минуте Понтус Хольмерк нашел на пятаке Эмиля Петерсена. И тот добил шайбу в пустой угол ворот Александра Самонова. 1-0. А уже в конце второго периода наша сборная сравняла счет. Никита Чибриков отдал передачу на Данилу Моисеева и последний отправил шайбу в ворота. 1-1. Третий период запомнился нам только большим удалением Петерсена до конца игры за атаку сзади. Игра перешла в овертайм. Но и он не принес голов. На очереди шли булиты. В которых все решил один реализованный бросок Бутузова. 2-1. Сборная России выигрывает и зарабатывает уже 5-е очко на турнире. Заключительный день турнира открывал матч сборной России и Чехии. Уже в первом периоде команды забросили по одной шайбе. На восьмой минуте Никита Чибриков набросил шайбу в сторону ворот соперников. А Захар Бардаков добил ее в ворота. И сделал счет 1-0. А сравнял счет Михал Шпачев. Нападающий воспользовался неразберихой у ворот сборной России и затолкал шайбу в ворота. 1-1. Во втором периоде сборная Чехии неожиданно вышла вперед на целых 2 гола. Якуб Флег забросил красивую шайбу с разворота. 2-1. И Лукаш Клок здорово сыграл сразу после выбрасывания и забил третью. 3-1. Сократить разрыв команда Ларионова смогла в этом же периоде. Сработала связка из Ярославля. Павел Красковский с передачи Николая Коваленко. 3-2. Третий отрезок сборной России провела просто великолепно. Целых 5 шайб побывало в воротах Чехов. На девятой минуте Николай Коваленко сравнял счет. 3-3. 4 минуты спустя Даниил Мисюль вошел в зону и с острого угла поразил ворота Чехов. 4-3. На пятнадцатой минуте Василий Подколзин воспользовался ошибкой защитников противника. Протащил шайбу к воротам и забил. 5-3. На восемнадцатой минуте наши забили дважды. Сначала Владимир Бутузов в пустые ворота. А позже Никита Чибриков с передачи Бардакова делает счет разгромным. 7-3. В самом конце, на двадцатой минуте, арбитр назначает булит в ворота России. И Давид Томашек его реализует. 7-4. Итоговая победа нашей сборной со счетом 7-4. Наша команда зарабатывает 8 очков и становится победителем шведского этапа Евро Тура. Итоговый расклад такой. Чехия и финны с двумя очками поделили четвертое и третье место. Шведы вторые. Сборная России вновь первая. Таким получился третий этап Евро Хоккей Тура. Перед чемпионатом мира сборным осталось встретиться в Чехии на заключительном этапе. Болеем за сборную России и ждем новых побед. Ну а пока нас ждут клубные чемпионаты, о которых я вам расскажу на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин